В последнее время Meizu отличаются очень странными решениями, хвалить за которые их явно не хочется. Например, в 2016 году они полностью отказались от престижного железа и выпустили все свои смартфоны от бюджетника до флагмана на MediaTek. Сегодня мы поговорим об устройстве, которое находится где-то в середине модельной иерархии и, как по мне, является самым сбалансированным продуктом компании MX-6. Интересно, почему я так думаю? Усаживайтесь поудобнее и не переключайтесь. Начнем с корпуса. Перед нами 5,5 дюймовая лопатка, полностью фрезерованная из алюминия. Как и у объекта подражания по имени iPhone 6, практически вся поверхность металла покрыта устойчивой к царапинам и потертостям анодировкой. По контуру лицевой панели имеется узенькая снятая фаска, возле кнопок на правой грани тоже присутствует элегантная фрезеровочка. Камера на тыльной панели едва ли выступает над корпусом и обрамлена в узкое металлическое колечко. Все эти моменты, хоть и порой слизанные у американского оригинала, добавляют устройству харизмы, которой многим конкурентам очень не хватает. Не так давно интернет гудел кривой кнопкой на Meizu M3 Note, и поэтому я не могу не похвалить MX-6 за то, что в нем кнопка установлена ровно. Кстати, встроенный в нее сканер отпечатка пальца работает не быстро, но практически идеально. За все время использования он не узнал хозяина с первой попытки всего пару раз. В целом MX-6 внешне выглядит не очень свежо, но скорее хорошо, чем плохо. К сборке устройства придраться нереально, а вот с эргономикой не все так просто. В руке смартфон держать приятно, так как корпус у нас шершавенький и весь из себя скругленный, но к сожалению управление аппаратом от этого проще не становится. Пользоваться MX-6 одной рукой можно либо стоя на месте, либо сидя за столом или на лавочке в парке. На ходу писать сообщения или выполнять подобные действия крайне опасно. Недешевый телефон можно легко выронить на асфальт. Ну да ладно, хватит уже трепаться о весьма очевидных вещах. Давайте поговорим о дисплее. В нашем случае это 5,5 дюймовая Full HD IPS матрица, изготовленная компанией Sharp. Экраны этой конторы всегда отличались косяками и в этот раз беда тоже не обошла нас стороной. По нижней грани матрицы имеется засвет. Его видно не всегда и к нему быстро привыкаешь, но то, что экранчик перед нами бюджетный, становится весьма очевидно. Цветопередача малость прохладная, картинка в меру насыщенная и в целом приятная глазу. В настройках имеется возможность изменить баланс белого и включить режим для чтения, который снижает нагрузку на глаза. К углам обзора не придерешься, даже под сильными наклонами цвета не искажаются. Единственное, что есть, так это падение яркости подсветки, но его можно наблюдать на любом IPS дисплее, поэтому не считается. Диапазон регулировки яркости на первый взгляд очень широкий, но в солнечный летний день на экране почти нифига не видно. Судя по всему, антибликовой пленки здесь нет. Переходим к железу. Внутри корпуса прячется 1,9 ГГц процессор Mediatek Helio X20. Графика Mali-T880, 4 ГБ ОЗУ и 32 встроенной, без возможности расширения. И это очень печально, так как 32 ГБ хватит не всем. В синтетике эта начинка выдает достаточно высокие показатели, да и в жизни проявляет себя хорошо. Интерфейс летает, приложения не тупят, да и большинство игр здесь работают на высокой графике. С танками, как обычно, не все хорошо, потому как в динамике сражения FPS нередко падает ниже 20, и это очень печально. Греется при работе в тяжелых приложениях и играх MX6 постепенно, и благодаря огромной алюминиевой пластине на тыльной панели тепло рассеивается достаточно быстро. В итоге, до болезненно высокой температуры гаджет почти никогда не нагревается. Автономность смартфона внезапно оказалась очень хорошей. Тест Geekbench 3 на максимальной подсветке экрана разрядил MX6 за 7,5 часов, и это очешуительный показатель. В реальном использовании 2 или как минимум 1,5 дня от полной батареи вам гарантированы. Чисто для справки, питает смартфон банка на 3060 мАч. Переходим к мультимедийным возможностям и начнем традиционно с фото и видео. Основная камера у нас на 12 мегапикселей, а фронтальная на 5, обе с апертурой f2.0. Селфи-пушка в аппарате очень неплохая, при более-менее адекватном освещении фотки получаются вполне презентабельными. Когда света не хватает, появляются шумы, которые софт тут же превращает в картину маслом. Видео мы пишем в Full HD, с ним ситуация в общем-то такая же. Основная камера оказалась еще более привередливой к освещению, так как хорошее фото получается только тогда, когда свет очень мягкий. Если его слишком много, кадры постоянно переэкспонируются. Исправить это можно в ручном режиме, но на него никогда нет времени, а многим еще и будет лень пользоваться ползунками. Динамический диапазон достаточно узкий, даже в режиме HDR. Если контраст разных элементов в кадре зашкаливает, часть снимка будет либо белой, либо черной. Кстати про HDR, он трушный, клеится из трех фотографий, поэтому подвижные элементы лучше снимать без его использования. Видео основная камера пишет в 4К, качество условно неплохое, но все основные недостатки фоток перенеслись и на ролики, плюс добавился постоянный перефокус камеры, заблокировать который невозможно. Звук в наушниках порадовал всем, как громкостью, так и качеством. Орем мы очень громко, перевес в сторону баса очень незначительный и проявляется не на всех наушниках. В целом звуком большинство людей точно останутся довольны. А вот звук динамика здесь паршивый, звучит он не очень приятно и достаточно тихо. На улице шумного города входящий звонок вы скорее всего не услышите. С программной точки зрения перед нами устройство на Android 6.0, поверх которого установлен Flymo S 5.2.2. Сразу отмечу, что наш аппарат работает на китайской стоковой прошивке, в которой есть только английские и китайские языки и нет сервисов Google. Последний я поставил за 5 минут и после этого смартфоном стало возможно пользоваться. Сама система работает очень шустро, подтормаживаний я за ней не наблюдал. Дизайн оболочки полностью отличается от чистого Android, списка установленных приложений здесь нет. Настройки, меню запущенных приложений и панель уведомлений перерисованы. Из фишек отмечу поддержку тем и наличие жестов пробуждения, которые можно настроить под себя. Также здесь есть так называемый Toolbox, набор инструментов, который поможет вам решать множество бытовых проблем. А именно здесь имеется фонарик, зеркало, компас, уровень, линейка и увеличительное стекло. В целом все организовано весьма удобно и иногда может пригодиться, когда той же линейки не окажется под рукой в самый нужный момент. Итоги подведем. Meizu MX6 сейчас продается по цене в 320 долларов. Да, у него хороший дисплей, он отлично держит заряд. Корпус алюминиевый, красивенький и все такое. Но железо здесь установлено далеко не самое лучшее в мире. Да и камера, так скажем, с нюансами. Поэтому назвать смартфон лучшим предложением за свои деньги я не могу. На рынке существует как минимум два смартфона с точно такой же ценой, но при этом гораздо лучшими камерами и топовым Snapdragon 820 на борту. Это Xiaomi Mi 5 и ZOOC Z2. Стоит ли покупать себе MX6, если вы хотите именно Meizu? Да, это их лучший смартфон в плане соотношения цена-качество. Стоит ли покупать себе MX6, если вам плевать на бренд? Точно нет. Ведь его прямые аналоги по железу стоят дешевле, а смартфоны из его ценового диапазона предлагают гораздо больше. Вот такие пироги. Ну и перед тем, как попрощаться, я хочу поблагодарить нашего друга Антона Григорьева за то, что он дал нам поиграться с Meizu MX6. Ссылка на его канал будет где-то здесь и также она продублирована в описании данного видео на YouTube. Перейдите, посмотрите, подпишитесь. Ну и на этом у меня точно все. Если вам ролик понравился, обязательно поставьте ему лайк и поделитесь с друзьями. Ну и подписаться на канал не забудьте, чтобы ничего не пропустить. Спасибо за просмотр. Пока.